здравствуйте меня зовут федор васильев в этом уроке я хочу вам показать интересный виджет который позволяет делать parallax эффект прокрутка объектов вокруг своей оси то все мы знаем что в adobe muse такое сделать нельзя у нас объекты строго движутся например вверх вниз влево вправо либо по диагонали но заставить объект крутится вокруг своей оси это сделать нереально и тут на помощь идет специальный виджет с помощью которого можно делать разные интересные штуки и первый пример который мы будем разбирать в этом уроке это стрелка тикающих часов давайте посмотрим пример то есть сейчас вы видите перед вами часы у нас ничего не работает у нас все будет работать только тогда когда я буду прокручивать страницу вниз и так смотрите я кручу страницу вниз у меня идет стрелка я сделал до семерки только не стал дальше заморачиваться тут принципе так будет понятно и обратно то есть стрелка работает только тогда когда я кручу ползунок то есть двигаю сайт вниз давайте рассмотрим данный виджет как он устроен переходим в адоб news сразу хочу сказать если вы не знаете как работать с прокруткой параллакс эффектом в адоб news и не видели мои уроки на эту тему то вам будет тяжело понять этот урок для урока вам понадобится изображение часов но без стрелки просто в интернете найдите где-то часы без стрелки и просто с компьютера перетащите часы в рабочую область в адоб news также здесь есть некий нюанс со стрелкой сейчас я стрелку перенесу также в адоб news обратите внимание на стрелку так как все объекты движутся вокруг своей си то у каждого объекта ось это где-то середина объекта а именно где у нас находятся вот эти вот средние маркеры и смотрите что получается если стрелка будет как бы длинная то есть нельзя сделать так чтобы стрелка вращалась например как бы правильно вот от нижнего маркера да то есть например мы стрелку помещаем на часы у меня просто есть прозрачная область сейчас я объясню почему я это сделал то есть смотрите вот эту стрелку помещаем так то сейчас как все будет нормально она будет двигаться нормально но если у нас изображение стрелки идет до конца до нижнего этого маркера то стрелка будет двигаться как бы не от крайней точки да а вот от середины и чтобы сработал эффект часов вам нужно найти либо в интернете стрелку либо на фотошопе просто затереть край часть стрелки опять же чтобы были равные стороны как с этой стороны так и с этой стороны то есть просто пустая область то есть это просто png картинка с прозрачным фоном давайте сейчас вернемся к виджету и поговорим о нем виджет вот как он выглядит когда вы установите его в миюз 1 это идет инструкция в текстовом виде можно перетащить на рабочую область прочитать все на английском языке и самое главное нам нужно вытащить вот этот элемент и вот этот элемент то есть виджет состоит из двух важных элементов они друг без друга не работают просто перетягиваем их на рабочую область этот и другой элемент и пройдемся сначала быстренько по настройкам сначала вот этот вот квадратик со стрелкой здесь у нас есть только поле для уникального имени здесь либо оставляем либо пишу что-то на английском языке и вот в этом элементе здесь тоже есть такое поле select name оно должно быть точно такое же как и вот здесь потому что у вас на сайте на странице могут быть много объектов где вы захотите использовать parallax эффект с прокруткой вокруг своей оси да и можно просто продублировать и этот и другой элемент если они между собой связаны у них имена должны быть вот здесь одинаковые то есть если я делаю еще копию то соответственно я здесь меняю имя и у 2 вот этого объекта тоже копии я меняю тоже здесь имя то есть что была синхронизация в общем и у этого этого объекта имена здесь должны быть одинаковые дальше у нас некие настройки еще здесь райтает это насколько градусов поворачивать ваш объект сейчас дальше еще продолжим об этом разговор вести единственно два момента я здесь не разобрал честно говоря я не понимаю зачем они тут нужны и без них у меня как бы все работает это вот эта вот опция она говорит срабатывать тогда когда достигнет top of browser window то есть топ это верхушка браузера то есть срабатывать parallax вот этому эффекту да то есть крутится объект вокруг своей оси когда достигнет верхушки браузера то есть по умолчанию так и стоит так и оставляет здесь еще есть от центра браузера срабатывать и от низа браузера то есть я пробовал так и так я не заметил разницы честно говоря не знаю как это применить в принципе без этого всего я добился а вообще разных всяких эффектов все в один урок не поместится эта тема будет разбита на несколько уроков и первым я решил сделать тикающую стрелку да также здесь еще вот такая чекбокс привязка к ротации тоже я не счел ее как бы полезным инструментом не понятно где она отрабатывает поэтому тоже не трогаем оставляем как есть мы будем работать только с именем если мы будем еще дублировать этот виджет и соответственно основная работа будет происходить вот здесь вот будем оставлять нужные градусы и так дальше движемся когда у нас вот здесь вот name то есть как бы синхронизация вот этого виджета часть виджета вот с этим элементом обратите внимание они не просто так одного цвета они одного цвета потому что у них вот здесь одинаковые имена если вы вот здесь вот измените какое-то другое имя уже не синхронизация посмотрите сейчас объект сам изменит свой цвет видите он стал зеленым а этот желтый то есть они уже не будут работать потому что у них разные имена я возвращаюсь назад и он обратно станет желтым дальше у нас объект стрелка должна двигаться мы можем стрелку поместить как нам нужно как она должна быть правильно расположена то есть центр этой стрелки как раз вот принципе где у нас центр еда не совсем даже центр нам нужно чтобы вот эти квадратики маркера были по центру как бы центральной точки наших часов пускай она немножко здесь снизу вылазить ничего страшного а вот смотрите какой здесь нюанс есть вот эту стрелку нужно поместить либо на объект либо она может быть под объектом именно под тем объектом который вы хотите заставить вращаться то есть вы просто перемещаете прямо на стрелку его кладете и оставляете так то есть вот действительно так если стрелка будет где-то рядом нас не будет работать никакого параллакса не будет дальше смотрите пример у меня часы стоят на месте да можно сделать так чтобы вместе с прокруткой браузера часы прокручивались например где-то снизу появлялись и уходили наверх вместе с браузером при этом стрелка будет тикать позже рассмотрим делаем по примеру поэтому основное изображение заднее мы просто выделяем его и нам нужно его зафиксировать вот здесь вот есть такой фикс наверху в середине ставим точку то есть изображение будет недвижимо на дальше чтобы сработал параллакс выделяете стрелку идете в news эффект прокрутки из ставить в 10 чекбокс и здесь момент сторону по умолчанию вас единица должна стоять вы ставите 0 здесь ставите 1 то есть и стрелка вверх один вверх смотрите здесь тоже оставляем стрелка вверх один дальше вот этот часть виджета заходим здесь сколько нужно градусов поставить вы смотрите от 12 до единицы примерно где-то 30 градусов и здесь везде идет по 30 давайте поставим вот здесь вот 30 градусов и посмотрим что это нам даст у нас в принципе уже должно сработать давайте перейдем в браузер и у нас вот что получается у нас стрелка уплывает вверх и так чтобы стрелка не улетала вверх выделяете стрелку и вот этот маркер начального перемещения то есть когда сработать анимации у стрелки вы должны подтянуть его самому краю верха вашего холста таким образом чтобы там загорелась красная линия то есть примкнуть ее прям кверху это первое их идем в эффекты прокрутки я здесь немножко вам неправильно сказал конечное перемещение здесь все по нулям только начальное перемещение стрелка вверх единица все больше ничего тут не надо давайте еще раз просмотрим стрелка должна крутиться вокруг своей оси вот вы сейчас видите это начало к успешной прокрутки стрелки дальше уже будет все проще смотрите в чем ситуация вот если мы бы смотреть демо здесь стрелка не просто тикает она действительно тикает потому что после каждого прохода в 30 градусов она делает паузу мы можем с вами вот что сделать то есть это просто как вариант если мы вот здесь поставим например 360 градусов и давайте посмотрим что это нам даст то есть у нас стрелка в принципе просто проходит весь рубеж может быть где-то это пригодится это быстро получится сделать вам и без заморочек если вам это конечно нужно так если вам нужно чтобы стрелка двигалась медленный медленнее когда человек страницу прокручивает вниз то вот этот элемент вы опускаете ниже 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 вашего вот этого всего объекта часов вот этих всех элементов просто намного ниже опускаете сейчас я вам покажу то есть сайт делать длинным по длине и куда-нибудь прям вниз опускаете ее сейчас я кручусь той же скоростью вы видели стрелка моментально у меня проносилась а сейчас она крутится как бы медленнее это только один вариант как я считаю не очень хорошим смотрите что мы делаем мы можем вот этот объект то есть часть виджета дублировать сжимая alt на клавиатуре и левой кнопкой мыши сжимая этот виджет оттягиваю отпускаю мышь отпускаю alt а смотрите нам нужно задать промежуточное расстояние чтобы как бы задержка поэтому я не нашел никакого другого решения кроме как у второго части это скопированного виджета сделать тоже 30 градусов и сделать большой отступ друг от друга вы смотрите первый у нас рубеж идет 30 градусов 2 тоже 30 и вот этот 2 опускаем где-нибудь до низа часов то есть вот у меня картинка есть вот примерно тут на глаз расстояние то есть смотрите 30 прошел когда браузер доходит до вот этого виджета части виджета здесь тоже 30 по сути должно остановиться смотрите я дублирую еще раз нижний вот эту часть виджета и здесь уже расстояние небольшое делаю вот здесь уже ставлю 60 градусов то есть я прибавляю каждый раз по 30 и давайте посмотрим получается ли у нас добиться паузы между каждым рубежем у нас так получилось потому что вот здесь стоит не 66 еще раз смотрим вы видите да у нас уже получается вот раз два то есть не просто прокручивается махом а с таким неким тормозом смотрите еще раз то есть я двигаюсь вот я двигаюсь продолжаю двигаться а стрелка немножко замирать на единице да на часе то есть это вот эта задержка она дает визуальный такой как бы вот стопроцентно как будто действительно часы идут да то есть где-то может быть какой-то тематике в какой-то нише в когда вы лендинг делаете где-то может быть это пригодится и вы таким же образом делаете дальше смотрите как сделать проще вы просто сразу оба вот так копируете примерно такое же вот большое расстояние нам нужно отступить прокручиваем вниз вставляем перемещаем где-то вот так смотрим что пример примерно был расстояние такое же большое и смотрим здесь теперь нам сделать нам нужно опять задержку уже в 60 градусов расстояние вот это вот большое почему это как раз задержка и если вы хотите задержку сделать больше при каждом рубеже то расстояние вот это увеличиваете между виджетом когда достиг 60 и второй виджет 60 пауза то есть между ними делайте больше либо меньше если нужно паузу меньше сделал да я надеюсь вот этот понятно здесь не забываем выставлять паузу 60 а уже вот в этом вы ставите 90 то есть прибавляете еще 30 давайте посмотрим у у нас все срабатывает и нас уже дошло до трех часов то есть видно да у нас идет пауза тут зависит от того как человек прокручивает сайт с какой скоростью медленней это задержка борь дольше движется понимаете поэтому здесь вы сами уже решаете какое время нужно вам на задержку дольше меньше просто расстояние двигайте виджет друг от друга или уменьшаете от этого зависит вот эта вот задержка и так можно сделать сколько угодно хоть один круг что прошел прошла прошла стрелка хоть несколько смотрите сами дальше я не вижу смысла сейчас тратить ваше время и показывать как делал дальше потому что здесь все просто уже дальше по аналогии вы также копируете два виджет опять движетесь ниже и не забываем у каждого менять потом вот эти вот градусы давай сейчас поговорим о том если вы хотите сделать чтобы часы двигались вместе с сайтом но при этом стрелка тикала что нужно сделать для этого выделяем сами часы у нас они были зафиксированы мы снимаем точку раз нам нужно еще со стрелкой по работе на стрелка тоже на месте вы ее выделяете идете в эффекты прокрутки и конечное перемещение стрелка вверх ставим вместо нуля единицу теперь она будет перемещаться если мы сейчас посмотрим у нас все получается но у нас из того что часы наверху они у нас уходят за браузер видно что стрелка идет единицей дальше мы не видим ничего нам нужно часы и все элементы виджета опустить ниже чтобы увидеть больше то есть вот это количество перехода в стрелке для этого что мы делаем мы виджеты не трогаем но нам нужно опустить сами часы вот так выделяем целиком выделяем стрелку и часть виджета который у нас со стрелочкой с круговой то есть в три элемента выделяем и зажатым шрифтом на клавиатуре стрелкой вниз я опускаю немножко и давайте посмотрим вот вы видите да у нас часы то есть тикать начинает соответственно как увеличить скорость тикающие стрелки у нас там до тройки сделано если нужно можно вообще что весь рубеж прошел вот за это время пока я прокручиваю страницу и пока часы ведь видны на экране да но здесь принцип уже понятен да как что теперь сделать так чтобы часы не висели на месте да а прокручиваясь вместе вот здесь просто играете виджетами вот этими уменьшаете расстояние чтобы быстрее стрелки тикали сам принцип вы должны уже понять просто тут дальше идет одно и то же действие то есть основа основное я вам рассказал как нужно это все сделать не пропустите следующие уроки по этому виджету там тоже будет интересные моменты что можно еще сотворить с данным виджетом на этом я заканчиваю данный видео урок надеюсь у вас все получится данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео увидимся в следующем уроке наверное трудно представить себе современный лендинг печь сделанная в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто